Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Попросили озвучить в аудио занятие, которое я потеряю в 90-х годах. Спор, ссора. Если ты заметил, что человек вспыльчивый, спорливый, то отойди от него, а то себе же и будет дороже. Поэтому я не отвечаю никогда в комментариях, никогда. Материал поставил и все. Редко-редко отвечаю, когда без этого нельзя. Какие-то сведения дополнительные. Библия повествует о великом спорщике, имеющем опыт в спорах, может быть, уже миллионы лет. Послушать, кто кого пожалел бы. Пожелал бы. Какие доводы были у каждого из двух оппонентов Иуда. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Что за вопрос стоял там? Святые отцы делают предположение в двух вариантах. Первое, что дьявол не желал, чтобы Архангел, столь великий представитель со стороны Всевышнего, присутствовал в траурной церемонии на вершине горы Фазги. Взади на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу и к югу и к востоку. Посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Ярдан сей. Посмотри и умри. Причина эта может быть. Это плата за то, что некогда при изведении воды Моисей нарушил прямое повеление Божие. Сказать скале вода, выйди из скалы. Он же сказал не так числа. 20 глава 10 стих. И собрали Моисей и Арон народ к скале. И сказал он им, послушайте непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? Разве? Да надо было сказать скала. А он, видишь, не те слова сказал. Богу это сомнение не иначе явлено было, как противление ему. Солом 105. Ибо они огорчили дух его. Моисея. И он погрешил устами своими. Говорят, не за то, что ударил скалу. Нет, не за это. Погрешил устами, устами. Может быть, дьявол не хотел, чтобы такая честь была оказана Моисею, потому что на нем была кровь в несудебной расправе с египтянином. Исход. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Или спорил о том, чтобы не тайно хоронить Моисея, но при народе, может быть, и в мавзолей заложить его мощь и создать свою религию и богопочитание Моисея. Ага. Вот сейчас это почитание, Матроны и прочее. Это отсюда все идет. Вот. Иногда спорят о том, на каком кладбище хоронить человека. При жизни гуляют вместе, а как умрут, так и решают, на старообрядческом или на мирском кладбище хоронить новопредставленного раба Божия Кузьму. Спор мог быть продолжительным. Были доводы и не менее веский контр-доводы. Это у нас потеряйки. Был Кузьма такой. И мог дьявол говорить, меня с неба изгнали за самое незначительное прегрешение, а этого киллера хороните с такими почестями, как не был похоронен ни один человек на земле до него. Где же она Божья, хваленая справедливость? Архангел воспользовался властью, данной ему от Бога, и сказал, да запретить тебе Господь. Однажды этим же путем решения спора воспользовался апостол Павел, когда экстрасенс изощрялся совращать проконсула Сергея Павла в деянии. Сказал, ой, исполненный всякого коварства и всякого злодейства. Это не осуждал он? Не судите. А он осуждал. Не сказал, да запретить только. Нет. Сын дьявола. Дьявола. Враг всякой неправды. Неправды? Неправды. Откуда ты взял? Ой. Вот еще, Никита, опять блажишь. Не знаю. Даже ты не знаешь, а я знаю. Сатана в рот залез. Всякой правды. Не. Представил мгновенно. Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Понятно. Я говорю, не осудил? Конечно, осудил. Как-то мне встретился человек в городе и говорит, меня изгнали из Потерявки. Петю Калашникова прогнали, а пригрели Сашу Дмуху. А он вон какие дела натворил, что стыдно и позорно даже неверующим слушать. Смертоносные пакости наворочил, а вы его защищали. Я здесь все. Никто никого не изгонял. Я отвечаю. И не пригревал. У вас нет точных сведений. Теперь это дело уже в суде окончено. Будем ссылаться на решение законного суда краевого. Ты не сердись, а живи по правде Божией и не спорь о том, чего не знаешь. Это мой ответ. Апостол Апавла Бог обратил через слепоту. Это такое крепкое лекарство, что пусть и другие попробуют. Может быть им тоже поможет. Иногда люди спорят с Богом. Даже сами этого не подозревая. Говорят, где он Бог? Вон войну в Сербии невинные дети погибли. Вот под обломками домов случайные люди погибли. А куда Бог смотрит? Такие споры возникали еще в первом веке. Апостол Павел этот спор разрешает только грозным предупреждением. Послание к римлянам. А ты кто человек, что споришь с Богом? И изделие может ли сделавшему его? Не может слово, может. Скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Я может придираюсь к тебе? Или ты придуряешься? Откуда ты слова берешь? Считай, как должно быть. Минус тебе. Бог мог вообще не сотворить ни одного человека. И что? Ты бы и тогда к Богу претензии предъявлял ее. Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит игорних? Видишь какой? Я знаю откуда взять какое место. Только что говорил, брал римлянам. И тут книга Ева. И какой стих. Будет ли состязающийся со вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает Ему. Бог мог сделать вот с таким огромным родимым пятном во все лицо. Или с такой бульбы на носу. Или с одним глазом во лбу. И что? Он горшечник. Он горшечник. Как ему угодно, так он и лепит свои горшки. Благодаря Богу они спорят со вседержителем. Люди любят спорить о том, носить ли бороду. Следует ли длинные волосы монахам носить. Апостол просто толкнул в сторону природы. Иди, поучись. Не сама ли природа учит? Не спорь. У церкви нет обычая спорить. Есть законы природы. В Евангелии после этого написано. Главное это совесть. Подойди, приглянись. Какой хвост у петуха? Какую курицы? Баран от овечки чем отличается? Одинаковые ли у них рога? Глянь на льва, на его гриву. Чего глаз зажмурил? Уже доходит? Смотри, природа кричит против безбородых. Борода дана только мужчине. Чего ради же на подобном делаешь свое лицо? Подкаблочники. И ты для чего волосы на голове отращиваешь, как женщина? Откуда же вы это все берете? Природа вас не может научить? Она будет выдавливать вас из своей сферы. Впервые коринфянам. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая. Ни церкви божией. Верующий не спорит. С ним спорят. А верующий возвещает истину. Сказал, и ты все свободен. Земля и вода, вот главные пункты спора из начала бытия. И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле бытия. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек к колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Когда двинулся оттуда Исаак, выкопали другой колодезь. Спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили. И нарек ему имя Рехавов. Ибо сказал он, теперь Господь дал нам пространное место. Мы размножимся на земле. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану, какая вина моя, какой грех мы, что ты преследуешь меня. Вот это я хочу сказать всем, которые на меня нападают. Всем. Конкретно, во свете Библии. Вопросы спорные о поле. А вещи нужно решать только законным путем. А не на храпом брать, не на горло наступать. Мало ли, что ты хочешь получить, но суд решит, как исход. А всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, а всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его. Дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Смутьянные беззаконники, люди хамовиты, имеющие свои цели, любят показать себя справедливыми. И когда к ним кто обращается с жалобой на несправедливость, даже кажущиеся, они мигом перехватывают инициативу. Как бы я там был, я бы. По этому принципу работали большевики. А когда пришли к власти, то сто миллионов в голову подсеклицимы, соотечественникам, второе царство. И говорил Авесолом, о, если бы меня поставили судей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его поправнее. Вот он себе памятник поставил, он тоже рвался к власти, отца сверх. По памятнику можно определять Авесолома. И сейчас у нас есть уже прецедент такой, человек при жизни сам себе огромный памятник поставил. Это обошлось не в 2 рубля. Это очень дорогое удовольствие, ужасно. Надо землю в государственных органах сделать, заплатить. Ой-ой-ой. Вот здесь вот его 5 лет готовили памятник репрессированным. Разрешать споры не так просто. И чем знатнее человек, тем меньше у него желания просто по-дружески разрешить конфликт того, кто к нему обращается. Иов был не таков, Иов. Если я пренебрегал правами слуги и служанки мои, когда они имели спор со мной. Вот ко мне за разрешением споров обращается буквально со всего мира, чтобы разрешил спор справедливо. Я не судья. Я только говорю, есть такое местописание, указываю, смотри, как ты его понимаешь. Это местописание не толкует даже сам. Сходи к священнику, как он тебе скажет, так поступи. Почему именно ко мне обращается за разрешением? Звонят священники, бывают архиереи. Я не судья, я никто. У меня нет никакого духовного образования. Я люблю Бога и Его Святое Слово. Вот это могу сказать. Есть вещи настолько запутанные, что можно предложить бросить жребий и притчи. Жребий прекращают споры и решают между сильными. Все. Когда есть ереси, секты, и ты знаешь, как защитить истину, то у тебя не будет недостатка спорящих с тобой. Да. Многие будут ненавидеть тебя. Пророк Иеремия настойчиво твердил о том, что нужно идти в плен. Он просил открыть ворота и впустить оккупантов из Вавилона. Но царь и его знать держались иной точкой зрения. И преобладала проегипетская ориентация. Иеремия спорил с царем, со священниками, с лжепророками, с военным министерством. Он понимал ужас своего положения. Он видел все дальнейшие события в стране. Но свое сердце не мог им отдать. Он понимал и изнывал. И видел свое бессилие Иеремия. И подумал я. Не буду я напоминать о нем. И не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. В костях. Вот где огонь этот. Знаете ли вы такое положение, когда знаешь истину, и тебе хочется возвестить ее. А тут коммунисты вместе с попами и силовыми структурами против тебя возбуждают уголовное дело по надуманным причинам. Вот у меня был 99-й год. В лагере за два месяца, 10 дней еще было, 15 краевых комиссий. В конце концов подключили ФСБ. На то, что в другой год было. Три, два уголовных дела сразу против меня воздвигли. Я вернулся в город, подал в суд. Все суды выиграл, заплатили, опубликовали опровержение. Это был непростой момент. И дальше Бог начал совершить свой суд. Главный, кто писал, у московского комсомольства, наутали Александр Самольстов, лучший журналист, находят зарезанным или убитым, непонятно что там, валяются вещи где-то отдельно. Профессор, который выступал против, его в подъезде захватили, ножами изрезали, и резали задницу только. То есть, с работы повыгоняли, там инсульт сразу захватил человека. Это не я делаю, это Бог делает. Я ничего не делал. Иеремия. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей. Он понимал это. Это моя биография. Какое же тебе горе, если ты пророк Божий? Горе от людей, а не от Бога. Откровение. Вот ответ. Итак, веселитесь в небеса и обитающий на них. Там хорошо. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол с сильной яростью, зная, что немного ему остается времени. Но если вас никто не трогает, не преследует, это ненормальное явление. Что-то нападают. У меня враги, я за них благодарю Бога. Враги среди православных, среди сектантов, среди коммунистов. Но везде есть и друзья. Приходят времена, когда за одно слово можешь попасть за решетку. Тогда прямо говорится, чтобы умолкнуть и быть скрытым осей. Но никто не спорь, никто не облегчает другого. И твой народ, как спорящий за священниками, об учении Христа, о предлагаемых им истинах, начали спорить еще при нем. И потом, и сегодня, и на соборах, и на площадях, везде спорят, выявляя истину. Истина не рождается в споре. Она есть. Она есть. Да, она есть. Ее нужно только принять. Истина во Христе. Истина и сам Христос. А то истина, в споре рождается истина. Никогда не рождается она там. И она. Иисус сказал ему, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня, от Марка. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Книжники спорили, но не апостола. Апостолы не спорили, а книжники с ними. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. То есть сектанты не понимают, что есть литургия, литургический канон, присуществление хлеба в тело, вина в кровь. У них нет таинства и нет по этому жизни. Деяние. Некоторые из так называемых синагоги либертинцев, и киринейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Ты вот сам говоришь из Киликии. Вот на удаление на последнее. Или из Киликии. Или из Киликии. А нет, вот тебя гонят на последнее. Это, значит, Михаил Домнич правильно сказал. Француз. Давай. Может, Киликии. Вступили в спор со Стефаном. Не Стефан спорил, а... Заметьте внимательно. Дальше. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. Они стали спорить. Но нигде не написано, что он спорил. И одни говорили, что хочет сказать этот свой слов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресенье. А воскресенье они поняли богиня Анастасия переводится. Но когда идет спор об учении, об именах и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьей в этом. Дальше. Я не. Но они имели некоторые споры с ним об их благопочитании и о том, о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою, римлянам. Немощного вере принимайте без споров о мнениях. Ему сказал, он не принял, но его дело, все. В 1 Коринфянам. Ибо домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Потому что мы вы. Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Открыл место Божие? Открыл Библию что ли? Не понял? Отойди, больше не надо ничего. И ту. Глупых же состязаний и родословий, и споровый раз при озаконе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Споры бесполезны. Не надо спорить с постановлениями, уже принятыми и включенными в наш устав. Бритва не должна касаться бороды. Точка. И ножницами низ усов не подстригать. А то придумали, что они мешают при причащении. Может тебе губы больше мешают, и язык? Ты уж их лучше подрежь. За это меньше будет ответственность. Волосы не должны быть длинными у мужчин. Точка. А то придумали и тут греховную лазейку, и гнилые подпорки. Что это разрешено, и чуть ли не повелено монахам и священнослужителям. Нигде и ни слова на это нет в Библии. Есть только позор и бесчестье. Какие бы на тебя, на себя параманты не нацепил, ты все же мужчиной остался. Или уже не муж? А то монашка главная, она в алтарь заходит. Я говорю, ну ты женщина или нет? Даже девочке восемь дней ее в алтарь не заносят. А перед иконами только. Первый коринфянам. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него? Я не могу никак, чтобы священник у нас убрал волосы. Никак. Еродивые кудесники. Что не дурнее, то им кажется умнее. Смешат людей. Волосы длинные не мешают заниматься делами самыми постыдными. И даже напротив того ведут к извращению природы кремлина. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили... Ну ты понятно, что прочитаете. Это мы уже читали. Возмездие. Платье у женщин, то есть у всех сестер, не должны быть выше 10 сантиметров от пола. Это богослужение. Точка. Чего тут спорить? У церкви нет обычая спорить. У церкви есть обычай подчиняться и исполнять. Не хочу, а надо. Вот это наш пункт, который мы достигли и будем держать. Апостола Павла никто не видел в спорящем храме. Где они? Ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение. Еще доказательство. Павел сам говорит, он никогда не спорил. Нужно рассуждать просто. Вот если бы я тут не был в этот момент, сумели бы они разойтись. Столь ли важно это дело? И требуется ли мое смешательство? Может, лучше поскорее пройти да уйти? Пусть они сами разберутся. Это же не война идет, Сирахов. Не спорь с человеком дерзким на язык и не подкладывай дров на огонь его. И вижу, что вот если сейчас я уже взял, если человек связан с миссионерским отделом, бесполезно говорить. У него целый легион во рту. Он что угодно подыскивать будет ему, смотрит, как я одеваюсь, как сплю везде. Он не может ничего сделать с собой. Не спорь о деле для тебя ненужном и не сиди на суде грешников. Я вот стою на молитве, я слышу, как спорят между собой в камере, в тюрьме. Но я знаю, что прав один из них. Если я сделаю ему, сейчас разрешу спор, а то один врагом будет. Нет, я не для этого пришел сюда. Это нельзя говорить так, ей-богу. Пустословие много клянущихся поднимают дыбом волосы. Поднимет. Поднимет. А в спорах заткнет уши. Жаркий спор возжигает огонь, а жаркая ссора проливает кровь. Но если явно требуется твое знание, талант, примирителя, тогда помолитесь и рассудите. Это великий талант уметь погасить ссору. Правильно разрешить спор, Сирахов. Споры между товарищем и посторонними и предоставление наследства друзьям. Вот тут надо уметь как распределить. Мне иногда обращаются, вот там делят. Я говорю, да махни рукой, отойди. Отдай им все. Совсем отдай. За правду стоять перед епископами или перед патриархом вовсе уж не каждому дано, но единицам, повторяю Маковейскому. Но некто Симон из колена Вениаминова, поставленный попечителем храма, вышел в спор... Вошел. Вошел. Вошел и вышел. Это разные вещи. В спор с первосвященником о нарушении закона в городе. Пустил на квартиру нуждающихся. За квартиру ни разу, ни с кого еще ни рубля, за всю жизнь не брал. Это я про себя говорю. Но даю правила, как жить, чтобы не портили, не подвергали свою жизнь опасности. Назначил старшим за столом... Нас домом. Над домом... Ага. Над домом Игоря. А на все территории, в два дома и в пять складов, на 14 сотках земли, в центре города, Надежда Павловна Егоренко, наш эконом-экомендант. 13 соток, я посчитал. И она уже мне доложит, не спорьте. Спорят постоянно, бьются за то, кто старше будет. Никто не хочет подчиняться. Иной мне. Ты что, диктатор? Я отвечаю, да, диктатор. Если я буду опровергать твои слова, то будешь еще неделю компромат собирать. Палач, не егази, а то казню. Доволен? Кто следующий? Что, ты диктатор? Да, диктатор. Кто следующий? Так, я даже не знаю, как правильно читать. Мне эти этикетки не нужны, я их не боюсь. А чтобы тут был мир и согласие, и не было споров и ссорами. Это мне предъявляют. Ты диктатор? Отвечаю, да, я диктатор. Ну, это я понял. Я говорю, у нас выходят, когда в храм, нужно, чтобы никто один не оставался в трапезной, там сумочки оставляют. И одна все время копается. Люба Яговитина. Я говорю, Люба, мы же приняли решение, одному не оставаться. А что, я воровка, что ли? Вы что, меня подозреваете? Я говорю, ну, я сказал, выходи, выходи. Я что, воровка? Я опять говорю, ну, все уходят уже, надо 7 минут зайти. Я воровка? Зачем бы ты оставалась одна? Тебе нужны нету. С Львовной Николаевной так же было. Две Любы, одинаковые. Ну, та ушла, а эта осталась. И стали друзьями. Есть люди, которые страшно любят спорить. Спор – это всегда утверждение того, что кажется или есть истина. А другое – есть чуждое. Вот такой у меня есть спорщик из баптистов, хороший друг и прекрасный труженик. Но знания чисто по-сектански ограничены. Напоминаю слова отца Дмитрия Дудко. Что такое секта? Это узость, взгляда на истину. Он любит задавать вопросы по Писанию, но думает, что знает сам ответ. И ответ именно такой. Например, что такое знание? Это он отвечает, Толя Петеримов. Ответов существует примерно 28. Это я знаю. А он знает только один ответ. Он же знает один. И я знаю, какой именно ответ у него в запасе. И говорю. И доказываю по Писанию. Нет, не так. Потом медленно, воробьиными шажками будет подбираться к истинному ответу. А я даю один ответ за другим. Знания спорщику нужны огромные. И тогда ты не будешь спорить, потому что знаешь, что знания твои крайне ограничены. Это напоминает мне ужас от знания Леши Устинова. Вот у нас он сейчас в Петеряевке. Он пришел из школы и к отцу. Ты знаешь, в каком мы веке живем? В каком же? В 20-м. Вот тебе и открытие уже в книгу Гиннесса. Не будь испарливы, а лучше учитесь, и это будет вам не в тягость. Сираха. И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему. Потому что ты вот когда не выговариваешь эти окончания, это превращает. Превращается. Четко выговаривай. Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки. Не заводи ссоры со вспыльчивым и не проходи с ним через пустыню, потому что кровь как ничто в глазах его. И где нет помощи, он поразит тебя. Прежде пламени бывают в печи пар и дым. Так прежде кровопролития ссоры. Ссоры надменных, кровопролитие, и брань их не сносна для слуха. Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение. Но кто тайну открывает, самая беда. Дальше. Спорят, какими перстами крестное знамение творить. Двумя или тремя. Спорят уже 300 лет и нет надежды на примирение. 300 лет спорить, как палец пригнуть. Сираха. Удержишься от ссоры, и ты уменьшишь грехи. Ибо раздражительный человек возжжет ссору. Человек-грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире. Жаркий спор возжигает огонь, а жаркая ссора проливает кровь. Горесть для души вино, когда пьют его много, при раздражении и ссоре. Не ссорься человеком без причины, когда он не сделал тебе златили. Я не доказываю ничего, я просто беру место описания, я знаю, где это взять, и не больше. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Жирным, курсивым и красным. И всегда, вот как делают, пробел, двоеточим глава от стиха, пробел, тире, пробел, кавычки, и в конце тоже кавычки. Вот как надо делать. Я нашел это самый лучший способ показать. Дальше. И нельзя одинаково, у меня и в книгах так же. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Уста глупого идут в ссору, и слова его возвышают побои. Вот заметьте, как где тире, где кавычки, и как везде стандартно. Это я все выводил. Потому что я доказываю, что это самый лучший метод. Озлубившийся брат неприступник крепкого города и ссоры подобны запорам замка. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Причи. Прогони кощуника и удалится раздор, и прекратятся ссоры и брань. Ничего нельзя делать, выгони его, больше не принимай в дом. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. Интересно, у пьяниц их багровые, а по-славянски у кого голубые очи. Это же большая разница. Да. Причи. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Надуменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Человек гневливый заводит ссору, а вспыльчивый много грешит. Вот и все. У нас есть такой спыльчивый, удержаться невозможно. И на батюшку будет говорить, и я уже удерживаю только. Уже тогда дают знак, молчи. Вот не может собой владеть, не годится это. Потому что, как взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Исайя. Вот вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Вот и даже не окончено еще. Это одна тема. А ссори. А ссори была. Да, вот спор. Спор. Видите как, сколько сказать. Это занятие. А если бы я учился в семинарии в академии, я бы этого никогда не сказал. А еще бы какой-то докторантуру кончил, бы вообще не сказал ничего. А у меня нет ничего. Говорит, ты рос как дичок. Да, как дичок рос. Каждую проповедь, занятие у Бога вымаливаю. И вот, пожалуйста, интересно слушать, да? Иначе как бы я вел три радиопрограммы, кто бы меня слушал? Самые популярные мои программы были, мне сказали. Сколько ответов было. Почему? Бог. Моего тут ничего нет. Все на сегодня. Благодарю.